В ходе рабочего визита в Октябрьскую область глава государства Нурсултан Назарбаев посетил завод ферросплавов АО «Транснациональная компания КазХром», где ознакомился с работой одного из цехов завода, специализирующегося на производстве ферросплавов. Также президент Казахстана ознакомился с работой рельсобалочного завода, реализованного в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития, и посетил теплицу, в строительстве которой была использована передовая инновационная система «Ультраклима», передает пресс-служба Аккорды. К другим новостям. А накануне под председательством главы государства состоялось заседание Совета безопасности. Были обсуждены актуальные вопросы в сфере безопасности с учетом глобальных факторов, а также текущее состояние сил и средств реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Также была затронута тема дальнейшего укрепления роли и статуса Совета безопасности Казахстана. В ходе совещания Нурсултан Азарбаев отдельно поблагодарил сотрудников правоохранительных и специальных органов за качественное обеспечение безопасности проведения международной выставки Экспо-2017. В Павлодаре можно и нужно сдавать 200 тысяч квадратных метров. жилья ежегодно. Домостроительному комбинату стоит уже сейчас задуматься о второй очереди предприятия. На аппаратном совещании в областном Акимате рассмотрели вопрос о индивидуальном жилищном строительстве в городах региона. По данному управления строительства имеется 24 603 заявки на ЭЖС в городах области. В Павлодаре более 14 тысяч, в Экибастузе свыше 6 тысяч, в АКСУ почти 4 тысячи. На сегодня все инженерно-коммуникационные инфраструктуры подведены к 413 участкам АКСУ. На сегодняшний день сети ЭЖС все завершены. Общая площадь, это количество участков для предоставления 413. Согласно доведенного плана по КДС, у нас на год до конца года мы должны предоставить 413 участков. Однако сегодня только 66 участков имеют хозяев. По словам Акима АКСУ, Нурлана Дюсимбинова, сейчас идет актуализация списков. Такой ответ вызвал у главы региона недоумение. Вы сейчас в зиму пришли, в течение месяца на Новый год будете земельные участки раздавать? Вы же должны параллельно, когда шло строительство инженерных коммуникаций, вы должны, вы сейчас коммунальную службу поставите туда охрану и будете сидеть в кабинете? Почему не разданы участки? По АКСУ плохо. Инженерные коммуникации провели, все сделали, ни одного фундамента еще не заложили. Люди, которые взяли участки, они уже должны, смотрят, повели туда электроэнергию только, единственную электроэнергию, и они уже должны начало строительства. Булат Бакао подчеркнул, что надо внимательно относиться к выбору достройщиков. В Паладаре под ИЖС выделен авиагородок. Здесь 468 участков, из которых 118 государственной собственности. На них, на государственной земле, на участке проводится привязка проектов к ЭДС. Значит, компания у нас проектная выиграла. Они по договору до конца года должны привязать эти проекты к данному участку. И на следующий год, значит, через облигационный заим, который у нас средства есть, мы начнем, проведем конкурс. Единый застройщик начнет строить эти дома. Эти дома будут реализовываться через систему ЖУС-Сбербанк. Что касается ИЖС в Экипостузе, то здесь надо понять, а сколько необходимо таких участков. Пока определены 4 района в этом городе. Надо понять, чтобы не получилось так, чтобы мы построили коммуникации, и там дома не строили. Но, в принципе, городу энергетиков и горняков есть куда развиваться, считают в Управлении архитектуры и градостроительства. В сторону республиканской трассы, ну там емкостные характеристики просто участка позволяют. Ну, в принципе, по санитарным нормативам тоже вроде как можно рассматривать как перспективу. По прогнозу Управления строительства, по всем направлениям в 2018 году в Паладаре ведут 130 тысяч квадратных метров жилья. По региону 240 тысяч. Однако, Булат Бакау заметил, что наши возможности позволяют сдавать только в Паладаре 200 тысяч квадратных метров жилья. Мы должны с областного бюджета выделить частные застройщики. При доставлении земельных участков мы должны выйти на эту позицию, и так мы ускоримся. Если мы будем строить по 130 тысяч квадратных метров вместе с ИЖС по областному центру, то Алюминстрой мы застроим только в 2022 году, наверное, весь Алюминстрой. А у нас стоит задача в 2019 году максимально застроить Алюминстрой, Сарарка, и уже в 2019 году к готовой инфраструктуре перейти в Надостык. На совещании выяснилось, что домостроительный комбинат в год строит 40 тысяч квадратных метров жилья, но уже с 2019 года стоит подумать и о расширении в вводе второй очереди. Акимобус обратил внимание, что предприятию надо менять стратегию своей работы, активнее участвовать в строительстве в составе консорциума. Если у вас сегодня мощности есть на 40 тысяч квадратных метров, то вы уже в декабре должны знать по адресу, где вы будете строить. Вы в декабре месяце должны быть на эти 40 тысяч, грубо говоря, с котлованами уже быть, а не в тендерах участвовать в июле или в мае месяце. Управлению строительства дано поручение до 1 декабря разработать четкую стратегию взаимодействия с ДСК, с акиматами городов по ИЖС, частым застройкам. Акимы районов и городов должны взять на контроль и выдачить их условий, не забывая при этом, что строительство также является инвестицией. Мурат Вилмажит, Юрий Белевский, ИРТС-Информ. На аппаратном совещании также рассмотрели еще один вопрос. 81% жилых домов Павлодара подключены к теплоснабжению. 100% подключение имеют объекты здравоохранения, культуры и образования. По данным Управления энергетики и ЖКХ, в ходе подготовки к отопительному сезону 2017-2018, был запланирован капитальный ремонт 33 единиц основного оборудования. Мощностей для прохождения зимнего периода должно хватить, как и топливо. На топливных складах имеется нормативный запас угля в объеме 1,5 млн тонн, а также 14,8 тысяч тонн мазута. В Павлодаре к теплу подключен 1051 жилой дом. Это 81% всех многоэтажек обоснованного центра. Без теплоснабжения пока остаются 89 строений в микрорайоне Алиминстрой. Из всех неподключенных многоэтажек 75 оказались без тепла по вине нерадивых КСК, которые не подготовились к предстоящей зиме. Мы договорились с тепловыми сетями. Они каждый год, эти дома, они готовятся к запуску. Что мы включим, в любом случае включим, но включим последними. Последними это 6 и 7 октября. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе нас ждет относительно теплая погода. Но это не повод расслабляться. Аким области дал поручение Управлению энергетики и ЖКХ держать на контроле ход отопительного сезона. Мурат Белмажит, Юрий Белевский и Ертесенфор. 1 октября отмечался Международный день пожилых людей. Сначала его отмечали в Европе, затем в Америке, а в конце 90-х уже во всем мире. Особенно этот праздник ждут пенсионеры. В Павлодаре их проживают более 57 тысяч. Из них 2 тысячи получают минимальную пенсию 45 711 тенге. Ежегодно в рамках традиционного октябрьского месячника «Камкорлых забота», посвященного Дню пожилого человека, в рамках социальной поддержки малообеспеченных пожилых людей, оказываются различные виды материальной помощи, как со стороны государственных органов, так и субъектов бизнеса. Об этом рассказал Аспандиар Нурбаев, председатель городского совета ветеранов. Совет ветеранов в стороне не стоит, он замечает интересы старшего поколения ветеранов труда и других заслуженных людей. На прошлой неделе Аким Города, он тоже реагировал на это, собрал своих бывших работников, заслуженных людей города, почетных граждан, ветеранов со всех производств. Аким Города тоже собрал их, поздравил с этим праздником, накрыл достопар, выслушал их друг друга. В прошлом году различной материальной помощи этой категории пенсионеров государственными органами и бизнесом совместно оказано на общую сумму более 100 миллионов тенге. Причем эта цифра имеет ежегодную тенденцию к возрастанию. Есть такая категория людей, которые относятся ко Дню пожилых людей, и постоянно потребительские, понимаете, хотя имеют достаточную пенсию, хотя имеют родных и близких детей, живут достаточно, имеют дом, квартиру, баз, состояние. Тем не менее, говорят, вот государство, вот городской совет ветеранов, что-то им должен что-то дать. Я вот подчеркиваю, что городской совет ветеранов – это общественное объединение. Она не имеет своего бюджета. Государственные органы, советы ветеранов микрорайонов города, ветеранские организации, субъекты малого и среднего бизнеса активно включились в акцию по оказанию помощи нуждающимся. Отдел внутренней политики Павлодара окажет четырем малоимущим пенсионерам, проживающим в частных домах, материальную помощь. Им будет доставлено 11 тонн угля и 8 кубометров дров. Ветеранские организации крупных предприятий совместно с администрациями и профсоюзными комитетами в дни месячника окажут помощь пожилым пенсионерам. Галхар Татыбаева, Олег Чагадаев и РТСИНФОРМ Земельный конфликт – тема довольно-таки избитая и популярная в народе. В нашу редакцию от Павлодарцев нередко исходят просьбы найти ответ на тот или иной вопрос. На этот раз к нам обратились жильцы дома номер 32 по улице Кутузова. В эпицентре спора участок, находящийся между высоткой и клиникой доктора Анипка. Чтобы хоть как-то облагородить территорию своего двора, жители дома номер 32 по улице Кутузова приняли участие в конкурсе дворов. Увидев проделанную ими работу, власти решили поощрить их и установили стрит-воркаут-площадку и тренажеры. Радости взрослых и детей не было предела. Казалось бы, ничего не предвещало беды. Но чему быть, того не миновать. После того, когда машина разворачивалась, сдавала задом, она погнула стойку у брусьев. Подобный инцидент сразу же взбудоражил жильцов. Ведь между новой площадкой и парковкой нет никакого ограждения. То есть дети, которые здесь играют, подвержены опасности. Один из таких инцидентов случился с пятилетним сыном Юлией Хомяковой. Когда мальчик играл со своим другом в догонялки, припаркованная рядом машина начала сдавать назад. Как раз в то место, где играли дети. К счастью, неприятность обошла их стороной. Теперь, чтобы не подвергать детей подобной опасности, было принято коллективное решение. С жильцами дома мы решили установить ограждение. Столбики вот эти вот трубосотка. Вечером или днем, я уже не помню, как мы это все дело установили, зацементировали, поставили. Руководство клиники эти действия посчитали неправомерными и незаконными. Однако перед тем, как были вбиты металлические трубы, Людмила Кондратьева несколько дней пыталась предупредить директора клиники, но так и не смогла попасть на прием. Вдобавок имеются документы, свидетельствующие, что земля не принадлежит клинике. Они были получены в ходе запроса в департаменте земельного кадастра до установки площадки. Кроме того, жильцы направили жалобу в жилищную инспекцию, подписанную 195 людьми. В официальном ответе повладарцам сообщили, что территория, где установлена площадка, является землей общего пользования. Эту же информацию подтвердили и в департаменте земельного кадастра и технического обследования недвижимости по повладарской области. К тому же в отделе земельных отношений подтвердилось и то, что ограда, установленная в целях безопасности, не является незаконным сооружением. Здесь незаконного ничего нет. Я считаю, что это все законно. Где-то земля общего пользования, они эти ограждения поставили в целях безопасности. Парковка – это земля общего пользования, она находится в государственной собственности, не предоставлена, допустим, клинике доктора Анипка. Ну, вправе они обратиться за оформлением земельного участка, данный вопрос будет решаться. Давать какие-либо комментарии нашей съемочной группе руководство клиники отказалось. Они намерены разрешать эту проблему через своего юриста. Спрашивается только, каким образом. Ведь действия жильцов дома, согласно предоставленным документам, правомерные. Придут ли обе стороны к общему решению, узнаете в нашем следующем материале. Ренат Абдулкаюмов, Ниэсбек Смогулов, Юртысинфорум. В областной библиотеке имени Турай-Гырова состоялась презентация журнала «Ахбеттау». Его уникальность заключается в исключительности опубликованных в нем материалов и фактов. Кстати, первый номер посвящен известному ученому, поэту-этнографу Машхур Жусупу Купееву. Историко-познавательный литературно-художественный журнал призван знакомить читателей с историей казахстанских ученых, писателей и философов. В рамках программы «Туганжер», предложенной в программной статье главы государства Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» первый номер посвящен ученому, поэту-этнографу Машхур Жусупу Купееву. «В областной библиотеке проходит презентация журнала «Ахбеттау», первый номер которого посвящен творчеству и жизни Машхур Жусупа Купеева. Этот журнал планирует публиковать познавательные научно-исследовательские материалы, касающиеся известных личностей нашей области». Каждый номер будет посвящен определенной личности, которая внесла большой вклад в развитие языка, национальной культуры и литературы. К слову, уникальность журнала будет в том, что в нем будет опубликована редчайшая информация, которая еще нигде не выходила в свет. Редактором журнала является журналист, поэт-писатель, заслуженный работник культуры Республики Казахстан, член Союза писателей Казахстана Сайлау Байбусын. Между тем, на презентации журнала гостям мероприятия была представлена книжная выставка «Дархан Даланан Даншпан Ола», посвященная герою первого номера. Ренат Абдулкоемов, Канат Ахмеджанов, Ертыс Информ. Мечта многих мальчишек сбылась. В школах Павлодарской области внедряют уроки футбола. По инициативе Управления образования региона в пилотный проект включены 27 школ. В начальных классах школ Павлодарской области по инициативе Управления образования начали пилотный проект по организации уроков футбола, передает Казинфорум. Все началось с того, что Министерство образования и науки Казахстана издало приказ о проведении пробации на каждом третьем часе физической культуры урок футбола в первых, четвертых классах организации среднего образования. Сообщили в Управлении образования. По этому приказу определили ряд школ в различных областях республики, в которых будет проводиться такая апробация занятий по футболу, как школьного урока в начальных классах. По инициативе Управления образования Павлодарской области в пилотный проект включены 27 школ. Школы в регионе определены с учетом результативности по этому виду спорта, материально-технической оснащенности и наличие подготовленных учителей физического воспитания, готовых провести апробацию футбола в начальных классах. В Павлодарской области более 8 тысяч юных спортсменов занимаются в секциях по футболу. От небольшого коллектива в сельской школе до профессиональных команд в ДЮС США и футбольных центрах. В регионе регулярно проходят соревнования школьного, районного, городского и областного уровней по футболу, мини-футболу и футзалу. Ренат Абдул-Каюмов, Ертысинфорум. И на этом у меня все. Будьте в курсе последних событий. Смотрите нас на сайте www.pavladartv.kz. С вами был Ренат Абдул-Каюмов. До встречи на главном телеканале «Приртышья». Вместе мы сильнее. Прогноз погоды на 5 октября. С сообщением синоптиков на территории Павлодарской области пасмурно ожидается снег. Столбики термометра покажут плюс 2,7 градусов. В Павлодаре также ожидается снег плюс 1,6. В Алматы малооблачно, небольшой дождь плюс 11,16 градусов. В столице республики Астане пасмурно ожидается снег. Столбики термометра покажут минус 1,4 градуса. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok